Дорогие коллеги, я просил бы сосредоточиться. У нас сегодня сложный и необычный по формату семинар. Мы обсуждаем... Фактически, этот семинар является частью общественной дискуссии относительно предложенного на общественное обсуждение проекта Федерального государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования. Мы пригласили сюда целый ряд экспертов, то есть это сегодня не будет одного доклада, а будет именно круглый стол, обмен мнениями и так далее. Поэтому я с удовольствием представляю модератора сегодняшнего круглого стола, профессора Елену Владимировну Чернобай, который дальше будет хозяйкой этого праздника. Пожалуйста. Спасибо, Исаак Деидович. Добрый день, дорогие коллеги, друзья. У нас сегодня действительно формат не просто обычного семинара, а формат круглого стола. Хоть он и не совсем круглый, но я надеюсь, что в ходе дискуссии он может приобрести и приобретет другие формы. Для начала я хотела бы еще раз акцентировать ваше внимание на той теме, ради которой мы сегодня собрались. Здесь это направление развития и трансформации стандарта начального и основного общего образования. Для участия в дискуссии мы пригласили уважаемых людей, экспертов. И я бы хотела изначально их представить. Это Демидова Марина Юрьевна, доктор педагогических наук, руководитель Центра педагогических измерений Федерального института педагогических измерений. Наумов Леонид Анатольевич, первый заместитель генерального директора издательства «Просвещение». Мы очень надеемся, что со своей встречи к нам подъедет Римаренко Игорь Михайлович, ректор Московского городского педагогического университета. И очень надеемся, что тоже включится в дискуссию с небольшим опозданием Семенов Алексей Львович, доктор физико-математических наук, профессор академик Российской академии наук и Российской академии образования. В дискуссии круглого стола примет участие сотрудник Института образования Федоров Олег Дмитриевич, кандидат исторических наук, руководитель образовательной программы «Педагогическое образование», ведущий научный сотрудник Центра изучения школьных практик и образовательных программ 21 века. Я с удовольствием представляю Баранникова и Кирилла Анатольевича, кандидата педагогических наук, руководителя управления стратегического развития Московского городского педагогического университета. И с неименьшим удовольствием представляю Логинову Ольгу Борисовну, руководителя Департамента развития и издательства просвещения. Как сказал же Исак Давидович, мы не случайно выбрали именно это время для проведения круглого стола по теме стандартов. Вы все знаете, что сейчас, в настоящее время, идет общественно-профессиональное обсуждение на краудсорсинговой платформе преобразования. И мы получаем обратную связь от учителей, от экспертов, от педагогов различных уровней и категорий, то есть те, кто будут непосредственными пользователями стандарта, кому работать с этим стандартом. И, значит, отдельно про ход дискуссии, я надеюсь, скажет Кирилл Анатольевич. Итак, коллеги, некая, скажем так, предыстория, преамбула. Больше года назад, в марте 2018 года, впервые в общественности представлены были проектные версии стандартов, достаточно большие, на 819 листах мы получили стандарт начального и стандарт основного общего образования. И работа над стандартами, над внесением изменений в стандарты, это работа не одного года. С 2014 года идет, скажем так, череда поручений президента Российской Федерации, которые касаются определения в стандартах базового содержания, обязательной части основных образовательных программ, поручения, связанные с обновлением содержания общего образования, на основе результатов мониторинговых исследований с учетом современных достижений науки. То есть, это череда, скажем так, поручений на протяжении нескольких лет. К сожалению, правда, данные и анализ результатов мониторинговых исследований, данные и анализ современных достижений науки и технологий, данные и анализ запросов учащихся и общества в целом не были опубликованы И не стали предметом важного общественного обсуждения. Доклады Миноборнауки по этим темам в связи с перечисленными поручениями не встречаются, к сожалению, в открытых источниках. Ну и совсем последнее, совсем новое от 2018 года, это когда президент Российской Федерации в качестве одной из двух приоритетных задач определил обеспечение глобальной конкурентности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран-лидеров в системе общего образования. Итак, весь год, больше года мы живем в состоянии дискуссии, обсуждений и всевозможных доработок проектных версий стандарта. И хочется сказать, что положительный, скажем так, сдвиг в сторону осовременивания тех версий, которые мы сегодня наблюдаем, он случился. И сегодня в нынешних проектных версиях зафиксирована очень важная позиция, что стандарты определяют планируемые образовательные результаты все-таки. То есть стандарт – это про результаты, а про содержание образования – это примерно основные образовательные программы. Более того, безусловным таким ключевым, наверное, одним из ключевых достижений является то, что в нынешней проектной версии стандартов вернули в предмет итоговой оценки обучающихся и в начальной школе, и в основной школе метапредметные образовательные результаты. Почему-то год назад их не было и предполагалось в проектных версиях, и предполагалось оцениваться только предметные. Тогда возникает вопрос вообще о наличии метапредметных образовательных результатов, то есть зачем они, ради чего проверяем и так далее. И есть еще один положительный, но он не один, там есть еще детали такого, скажем так, положительного формата, и ключевой положительный тезис, который мы наблюдаем в сегодняшних проектных версиях стандарта – это есть попытка связать содержание образования с принятыми ранее предметными концепциями. Фактически по всем предметам учебного плана школы в декабре 2018 года были приняты предметные концепции, правда правовой статус этих предметных концепций на сегодня не очень сильно ясен, но в любом случае они есть, и ими может определяться содержание образования. Однако те проектные версии, которые сейчас находятся на обсуждении на краудсорсинговой платформе преобразования, не лишены определенных недостатков, и их, наверное, не так мало, но хотелось бы сосредоточиться вот на таких вот ключевых. Все-таки мы наблюдаем жесткую фиксацию предметного содержания по годам обучения. Более того, если смотреть предметные результаты по разным предметам, предметным областям, то не наблюдается, например, мы в таком табличном варианте разложили все предметные результаты по истории общества знанию, и увидели, что совершенно нет никакой динамики прироста прогресса в навыках и знания, прироста какого-то определенного знания, нет, не представлена динамика ожидаемых от школьников результатов. Дальше. Тот объем, как хотите их называйте, контролируемых элементов содержания или дидактических единиц, которые представлены в стандарте, конечно, говорят о том, что ситуация слишком трудоемкая. И стандарт перегружен, возникает вопрос, как быть с вариативностью, та, которая закреплена в стандарте, ну, например, если мы говорим об основной школе, это 70% инварианта и 30% вариатива, дай бог за, скажем так, весь период обучения выполнить все 100%. Более того, представленные материалы предлагают детализацию содержания образования без учета межпредметных связей. Мы также проводили работу практическую по разным предметам, сопоставляли предметы, например, одной предметной области, ну, например, вот общественно-научные предметы у нас, специалистов по этим предметам больше всего. Общество знания, история, география, и не видели связей между предметами, и, значит, материал совершенно рассинхронизирован, и это, соответственно, осложняет ситуацию и учителя в решении его профессиональных задач, и, безусловно, в первую очередь ситуацию учеников. Значит, и, по мнению многих экспертов, предлагаемый проект стандарта, он не только не сокращает перегрузку, но и значительно ее увеличивает. Ну, опять-таки, вот могу привести пример по обществознанию, например, при простом подсчете того, какова будет содержательная плотность урока по обществознанию в восьмом или девятом классах, мы получаем от шести до девяти абсолютно конкретных образовательных результатов на каждый урок. То есть, каким образом можно за урок, ну, понятно, что эти образовательные результаты могут быть разные совершенно, да, но, значит, ситуация сорока-пяти-сорокаминутного урока не всегда позволяет, значит, достичь этих образовательных результатов. Естественно, что это перекладывается на поле внеурочной деятельности, а у внеурочной деятельности, в принципе, есть тоже свои определенные задачи. Более того, что надо признать, что само предметное содержание в ряде предметов осталось довольно архаичным, а у нас есть на самом высоком уровне поручения президента обновление содержания образования с учетом научно-технологического развития России, и вот как это учитывается, учтено в стандартах, непонятно, то есть пока это не прослеживается, не наблюдается. Ну, и, безусловно, наиболее существенной проблемой нового варианта стандарта является то, что в формулировках результатов доминирует ориентация на запоминание и воспроизведение знания. Например, львиная доля ожидаемых результатов по тому же самому обществознанию содержит в себе ориентацию исключительно на запоминание фактов и различного рода определения. То есть, а как тогда возникает вопрос, где место формирования навыку использования этого знания в конкретных социальных ситуациях и вообще перенос этого знания в другой контекст. Коллеги, я уже сказала о том, что сейчас, в настоящее время, идет общественно-профессиональное обсуждение на Приобре. В принципе, времени до того, как это обсуждение завершится, осталось не так много. И о подробностях скажет Кирилл Анатольевич. Самая совершенно разная обратная связь, которую мы наблюдаем на Приобре, есть обратная связь, которая говорит о том, что все прекрасно, все замечательно, ничего менять не надо, просто добавьте мне часов, как учителю, и все будет еще лучше. Итак, ключевые вопросы, в рамках которых, я надеюсь, сегодня, мы надеемся, получится очень интересная дискуссия, мы определили три вопроса. Я назову их сейчас сразу все. Каковы должны быть принципы проектирования и типы образовательных результатов? Как они отражены в предложенной на общественное обсуждение версии стандартов? Можно ли достигнуть образовательных результатов, предложенных в проекте, и при этом не перегрузить школьников? И третий вопрос. Как обеспечивает предложенный проект стандарта вхождения в Россию в топ-10 стран-лидеров в общем образовании? Итак, коллеги, первый вопрос, еще раз озвучу его, касаемый принципов проектирования, типов образовательных результатов и их отражения в предложенной версии для обсуждения стандартов. Я бы хотела предоставить слово нашим ключевым спикерам. Игорь Михайлович, сможете начать? Нет? Нет, вы не сможете. Тогда, Кирилл Анатольевич, можно вам предоставить слово? Баранников Кирилл Анатольевич, Московский государственный... Ой, городской, прошу прощения, педагогический университет. Мы перененем. Да? Понятно. Добрый день, коллеги. Вы знаете, у меня, когда приглашали на круглый стол, у меня было прям задание такое домашнее, чтобы рассказать о том, как идет обсуждение на приобре. Однако, мне кажется, что очень важно, помимо того, как идет обсуждение, я озвучу сейчас некоторые цифры, очень важно в рамках вот этой дискуссии, которая сегодня будет идти, занять некоторую позицию. Потому что то, как все это обсуждение стандартов идет, такая жаркая дискуссия возникает, это история про занятие определенной смысловой позиции. И мне кажется, что очень необходимо обозначить несколько контекстов, из которых такую позицию можно занимать. Можно ли показать слайд? Я сначала отчитаю задамочное задание, расскажу про приобру. У меня буквально один всего слайд, короткий. Я постараюсь показать некоторую статистику, и в этом смысле не давать оценку, а дать именно фактологию, чтобы она, может быть, стала какой-то основой для работы. Ну, пока загружается, я начну уже рассказывать. Надо сказать, что вообще проект Приобра, он запустился-то достаточно давно. Это проект, который мы обсуждали, если я напомню, примерностные образовательные программы несколько лет тому назад. Он, правда, пережил несколько трансформаций, тогда он назывался «Эду-крауд-эксперт». И так надо сказать, что ресурс и предназначен для больших общественных обсуждений, собственно говоря, и вот современное обсуждение основных образовательных стандартов, государственных тоже идут на этом ресурсе. На данный момент ресурсе уже зарегистрировано порядка 147 тысяч пользователей. Это пользователи со всей страны, они представляют все регионы. В этом смысле это такой действительно ресурс общественного обсуждения. Приятно сказать, что только по тому проекту, который идет сейчас несколько недель обсуждения по стандарту, уже порядка 405 тысяч просмотров. И в этом смысле есть такая относительно высокая активность того, как люди интересуются и заходят на ресурс. Однако приятно отменить, что, конечно, есть разделение по той активности, когда люди заходят на ресурс, и того, как они строят некоторые там свои цифровые следы. Я имею в виду комментарии и предложения. На данный момент их тоже достаточно много, порядка 1100 комментариев уже одано. Это конкретные предложения о том, как менять текст. В этом смысле разработчикам потом будет с чем поработать, а там предложения разного толка. Кроме конкретных комментариев, есть еще и более детальные предложения по разным разделам, их еще порядка 1200. И при этом, надо сказать, что чувствуются уже некоторые какие-то тенденции в том, как люди обсуждают те или иные вопросы, потому что есть, с одной стороны, наиболее активные регионы, кто подключается к дискуссии, я вот так только в некотором таком номинативном порядке их назову, это Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ханты-Мансийск, Самарская область, которые такие наиболее активные пользователи по обсуждению. Но кроме этого есть еще одна интересная статистика, это статистика по тематикам обсуждения, что оказывается наиболее интересным для обсуждения. Здесь тоже есть некоторые данные, это история про наиболее популярные такие разделы. Наиболее популярным, самым частотным разделом является раздел, связанный с общими положениями стандарта основного общего образования. Далее по рейтингу идут два конкретных предметных раздела. Это иностранный язык, наиболее популярный, и русский язык, и тоже по основному образованию. После этого по рейтингу популярность это общее положение начального образования. и замыкает пятерку, это математика по основному образованию. В этом смысле видно, что такой очень активный фокус, очень активный фокус на основном образовании. Надо сказать, что, конечно, через неделю будет завершаться обсуждение, тогда будет какая-то более такая полная презентация, более полные данные о статистике, наверное, как-то они будут представлены. Сейчас, помимо статистики, мне хотелось бы некоторую уже такую смысловую дать рефлексию этой истории и дать ее с двух планов. Первое – это зафиксировать историю про те крупные международные тренды, в контексте которых, ну вот статистика появилась, ее можно посмотреть уже до каких-то точных цифр. Параллельно просто вот здесь две фокусировки, мне кажется, важно, что надо две позиции обозначить. Первая позиция – это позиция про то, что история про изменение стандарта, это не исключительно российская позиция, и изменение переосмысления стандартов по всем миру активно идет, и такой сильный смысловой сдвижкой последние 10-15 лет. И в этой смысловой сдвижке есть несколько таких принципиальных трендов, которые происходят со стандартом по всему миру. Таких трендов можно обозначить ключевых три, если вот так кратко говорить. Первый такой тренд заключается в том, что основным объектом регулирования оказывается не учебный материал, а оказываются умения и образовательные результаты. И в этом смысле образовательные результаты в деятельности, в формировках становятся основным объектом регулирования в разных странах. Финляндия, Корея, США, Канада, многие другие страны. Вторая история заключается в том, что происходит такое переосмысление баланса между учебным материалом и умениями. Если долгое время достаточно сильно господствовала концепция, так называемая time-based education, образование основано на времени, где ключевым было погружение в материал, работа с материалом, то последние 10-летия активным таким трендом является переосмысление и сдвиг, конечно же, на образование основано на умениях и на компетенциях. И в этом смысле это не противоречие между учебным материалом и умениями, но поиск баланса, где умения позволяют не просто заучивать даты, формулы и фамилии, но уметь мыслить о них. И третий такой очень выразительный тренд – это тренд про автономию учителя. В этом смысле страны все больше и больше доверяют учителю, чтобы он проектировал свою основную образовательную программу, свою рабочую программу. Наиболее яркие примеры с Канадой, где весь учебный контент описывается на конкретный грейд всего двумя-тремя абзацами, аналогичные примеры Канады, Австралии и многих других стран. И в этом смысле, что эта международная рамка говорит? Она ставит такой вопрос, который и перед нами стоит, когда мы сейчас обсуждаем и проектируем новый образовательный стандарт. И здесь, мне кажется, важно запустить вторую рамку того, как идет обсуждение. А в этом обсуждении, ну, можем много всякой критики вокруг самого текста говорить, но вот я бы перефокусировался на том, как само идет обсуждение. А там есть две интересные фиксации. Первая фиксация заключается в том, что несмотря на то, что идет активная сейчас программа по вовлечению учителей, вообще призыв учителей активно участвовать, вовлечение недостаточно высокое. Вторая фиксация заключается в том, что если посмотреть, а вот где все-таки оказываются на фокусы, то есть один очень интересный тренд. Связанный с тем, что предметная компонента обсуждается значительно больше, чем компонента, связанная с метапредметными результатами. И в этом смысле очень легко Lara Basa, если просто статистика обращений. И получается такая перевернутая ситуация, что мы компетенцию модели меньше обсуждаем, умение меньше обсуждаем, больше обсуждаем контент. В этом смысле, какой вывод из всего того, что я сказал? Первый, просто такой очень прагматичный вывод и обращение ко всем максимально включаться в процесс обсуждения, потому что чем больше мы проектируем, тем более живем доказательный документ. А вторая история про то, что очень важно найти позицию при проектировании, потому что очень часто есть комментарии, типа, все отлично, все устраивает, добавьте часов, как говорила Елена Владимировна. Но очень важно найти смысловую позицию о том, какое образование мы хотим иметь, какой стандарт мы хотим иметь буквально через несколько лет. И здесь такая позиционная ситуация. Спасибо, коллеги. Коллеги, у кого есть вопросы к выступающему? Если есть вопрос, то можно его задать. У нас же все-таки круглый стол, дискуссия живая. Пожалуйста. Есть один вопрос. А представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Иванов. Скажите, пожалуйста, а вот если мы хотим иметь, а кто хочет иметь? Вы от лица кого говорите? Я всегда говорю как бы от своего лица, но позицию призываю занять тоже персонально, как представителя профессионального сообщества. А вот в ГОСы эти разрабатываются от чьего лица? От лица государства, от лица какого-то общества. От чего они разрабатываются? Кто хочет иметь такие в ГОСы? Вопрос хороший, он адресован мне как будто представителю непосредственно разработчиками Министерства просвещения. Спасибо, конечно, за такую ответственность, которая на меня вкладывается. Но я бы ответил на ваш вопрос так, что есть целый ряд различных сил, сил и политического характера, и идеологического характера, которые в некоторой совместной кооперации создают тот или иной документ. В смысле стандарт это всегда продукт общественного договора. Это продукт того, как мы согласились представлять себе образование. И в этом история про включение, она как раз про то, чтобы поучаствовать в этом соглашении. Можно задавать вопрос, кто нам его дает, этот стандарт, а можно принять участие в его проектировании. Ну, понятно, вы ушли от ответа. Вот, коллеги, я прошу прощения, я прошу извинить по, как это, по процедуре. Давайте без квалификации друг друга выступать. И давайте все-таки удерживать интеллигентные же были люди вроде. И, коллеги, Елена Владимировна сказала про регламент. У нас много выступающих, и я знаю, уже в кулуарах говорили, что хотели бы сказать. Давайте ограничиваться, сколько, Елена Владимировна, время... Ну, у нас на выступления спикеров, приглашенных спикеров, до 10 минут выступления, а участники круглого стола до 3 минут. Коллеги, был вопрос, пожалуйста. Спасибо большое за выступление. Короткий и точнейший вопрос. Антон Скулачев, председатель гильдии словесников. Вопрос такой, имеет ли какой-то реальный юридический статус, или какой бы то ни было реальный официальный статус, реплики, высказанные в рамках этого обсуждения, и, соответственно, итоги этого обсуждения? Да, спасибо большое за вопрос. По результатам обсуждения будут сформированы соответствующие материалы аналитические для Министерства просвещения, которые будут, собственно, переданы для разработчиков, для анализа и по возможности учета. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Если можно. Очень маленький, короткий. Копотева Галина Леонидовна. Представьтесь, пожалуйста. Я представляюсь. Копотева Галина Леонидовна, Институт стратегии развития образования, Российская академия образования. Скажите, пожалуйста, хоть один запрос от родителей на понимание, что такое метапредметные результаты, был или нет? Я бы здесь, знаете, поставил паузу, чтобы мне ответить вам объективно, потому что статистику надо поднять. На тот момент, когда мы собирали информацию, ну и, собственно, я тоже участвовал в обсуждении вот именно метапредметного блока, было обсуждение в основном профессиональным сообществом. Но, говорю, поставлю паузу, есть вопросы, интересные, чтобы мне достоверно ответить. У меня есть ответ по разделу, который я мониторю, то есть литература, ежечасно почти. Там много реплик родителей о необходимости развивать умение думать и самостоятельно читать, самостоятельно выбирать, самостоятельно проектировать собственное чтение. Это и есть метапредметный результат. Спасибо. Коллеги, на самом деле болью и тех версий, которые мы видели год назад, но, в принципе, эта боль не ушла из нынешних проектных версий, это то, как должен быть сформулирован и подан образовательный результат, и предметный, и метапредметный, и личностный, то есть в каком виде, так, чтобы его можно было измерить, померить, и, соответственно, чтобы этот результат не ориентировал ребенка на запоминание, на заучивание, на воспроизведение какой-либо информации. Поэтому я бы сейчас предложила вот такой интересный вопрос по поводу того, как могут быть представлены образовательные результаты в стандартах, и попросила бы, передала бы слово, если он не против, Римаренко Игоря Михайловича. Спасибо, Елена Владимировна. Знаете, мне напоминает эта ситуация с обсуждением, вот тут знаменитый анекдот, я сначала зашел, думал, что людей будет немного, их немного, но чуть больше, чем я думал бы. Но ситуация напомнила этот анекдот с человеком, который на Красной площади разбрасывает пустые странички, помните, да? Его полиция ловит, говорит, полиция, а чего, собственно, ничего не написано? Говорит, так все ясно. Вот, и поэтому с этими стандартами тоже и так все ясно. И действительно, и с общественными обсуждениями, несмотря на то, что... Я, например, удивлен, почему 5000 пользователей заходят ежедневно и что-то читают. В общем, и так вроде бы все с этим ясно. Но, тем не менее, оно идет, и обсуждение, наверное, не будет самым большим, поскольку на этом ресурсе менее трех месяцев никогда ничего не обсуждалось, и впервые вот министерство попросило именно месяц только это все обсуждать. На самом деле, первый месяц люди читают, а второй месяц начинают обсуждать, а третий месяц они прекращают обсуждать. Обычно такая динамика. И сейчас такой достаточно пожарный режим. Но, тем не менее, какое-то число замечаний будет собрано. И вот Елена Владимировна неслучайно сказала про разницу с прошлым годом. Мне кажется, это имеет очень существенное значение, потому что в прошлом году не было публичного обсуждения, был только Совет Министерства по стандартам, и стандарты были остановлены там ровно год назад, если кто помнит. И вот ключевая особенность нынешней версии, если ее сравнить с версией прошлого года, состоит в том, что весь тот изначальный посыл об обсуждении содержания образования, понимаемого в кавычках, он изменился каким образом? Оно стало выглядеть в форме сформулированных результатов по каждому году обучения, а в прошлом году это были лишь темы. И вот смотрите, что произошло на этом переходе, принципиально по предметам, случилось, как в известной фразе Петра Первого, что говорить надо, как у него было, без бумажки, дабы дурь каждого видна была. Приблизительно то же самое произошло по всем предметам, то есть когда это попробовали переписать как результаты, не просто как темы для прохождения, а как результаты, получилось, что по каждому предмету вот эта вот, так сказать, как-то дурь каждого, она и вылезла. То есть как бы те проблемы, которые были где-то латентно, скрыты, они наиболее ярко по предметам были представлены. И первое, значит, ну, во-первых, как-то стало четко понятно, что вообще говоря, эта версия и вся эта работа, она с изначальным посылом, как это, чтобы Россия, вот у нас в какой-то формулировке было написано, что в топ-10, да, что вообще говоря, к топ-10 это не имеет, ну, ровным счетом совсем никакого отношения, да. Вот вспомните, параллельно шло обсуждение, там целую неделю дали на это обсуждение, методологии оценки общего образования на сайте Рособорнадзора. Общественный совет, в который я вхожу, тогда возмутился, говорит, как это только неделю, давайте дольше, так сказать. И этот документ там пока тоже приостановлен, там разные другие организации стали его обсуждать, Министерство просвещения тоже к нему проявило интерес, что на самом деле вот про топ-10 это там, а здесь как бы так и что-то другое. Но не про топ точно, да. И в обращении Министерства, которое на приобрару стоит, тоже про топ-10 ни слова нет. То есть это точно, ну, как бы, не ассоциируется нашим регулятором, Министерством просвещения с развитием. То есть это про что-то другое, да. И, значит, в первую очередь связывается с понятием единого образовательного пространства. Теперь, методология оценки качества общего образования на сайте Рособорнадзора, да. Вот он сейчас новая версия, там, как бы, отдельная история, там, формула. Методология – это первое в нем слово, за остальные, я не уверен, надо смотреть. Значит, теперь, значит, если здесь цель, вот это самое единое образовательное пространство, то и здесь, да, начинают проявляться разные тренды и разные понимания. Ну, вот, во-первых, самое яркое, что это действительно публикация выявила, это то, что методология построения образовательных результатов по разным предметам чрезвычайно разная. То есть, ну, то есть, точно, как бы, те, кто разработал, вот, абсолютно точно, те, кто разрабатывал биологию, да, и те, кто разрабатывал, там, историю, ну, точно друг друга никогда в глаза не видели и не разговаривали, да. Вот если еще литературу и историю как-то можно сравнить, то, скажем, биологию с историей, ну, вообще, как бы, кардинально, вот, разные взгляды на построение результатов. Притом, вот, как бы, в качестве, ну, такого брифа, вот, что произошло по биологии, вот в чем там, мне кажется, такой позитивный сдвиг, если сравнивать со стандартами 2004 года. Стандарты 2004 года, действительно, методология описания содержания образования по предметам была выдержана одинаковая. И, собственно говоря, если мы говорим о теории эволюции, то эта теория эволюции демонстрировалась на основе каких конкретных элементов культуры она должна вот в школьных программах быть представлена. Ну, то есть, там, значит, кого мы изучаем? Там, инфузорию туфельку, ланцетника, эвглену зеленую, там, и так далее. Значит, весь этот набор микроорганизмов, и не микро тоже, опираясь на который, изучается вот эта самая теория эволюции. Теперь, по биологии произошел прорыв. Ни ланцетника, ни вглены зеленой, ни инфузории туфельки вы там не найдете. Нету. То есть, там сформулированы результаты, которые, ну, попытка сформулировать результаты, которые укладывают действительно какие-то принципиальные моменты. И, о чудо, учитель биологии теперь на уроках может даже не ланцетника с эвгленой зеленой изучать, а, например, грибневика или, там, медузу какую-нибудь, да? Это супер-мега-прорыв, который... Вот. И вот, как бы, по биологии, ну, какое-то другое видение результатов. Теперь, что сохраняется по истории и по литературе? Теперь, вот, как бы, там присутствуют с одной стороны вот эти, так сказать, прогрессивные обобщенные результаты, да? Но в то же время там написано, чтобы читать-то научиться надо, но читать надо только вот эти произведения, да? Вот это, как бы, по биологии это звучало бы так же. Вы про теорию эволюции должны соображать, но только на ланцетнике. А вот если грибневик, гриб... правильно, да? То на нём уже вы, как бы, не Копенгаген. Вот только на ланцетнике и на «Эвглене зелёной». Странно ведь, да? И вот на истории и на литературе ровно, ну, вот, как бы... «Эвглена зелёная». «Эвглена зелёная». Мы её раньше проходили все в школе. Вот. То есть, вот, как бы, в этом, мне кажется, ну, там, принципиальные, там, разные подходы, скажем, естественников и гуманитариев. А гуманитарии, вот, как бы, привязаны к тому, что некоторые принципиальные результаты, которые по этому предмету достигнуты, нужно обязательно, почему-то, вот, на определённом материале, да? То есть, вот, история, но строго на определённом материале. То есть, если древняя история, то строго, там, как это... Кто такой... Ашока надо знать, да? Вот, нет ни одного человека в Российской Федерации, который бы смог соответствовать результатам пятиклассника по истории. Вот, совершенно точно. Абсолютно нет. Ну, вот, каждого из нас здесь спроси, там, те 500 дат, которые пятиклассник должен запомнить, точно никто не помнит. Я уверен, там, сто процентов. Вот. И теперь, ну, как бы, что с этим делать? Ну, по-видимому, надо инициировать обращение, ну, хоть какой-то более-менее там внятной методологии. Мы, собственно, предлагали эту методологию, и вот с Кириллом Анатольевичем, с Мариной Юрьевной мы тогда публиковали статью, где предложили некоторые методологии в вестях образования. Там, сколько это было лет назад? Нет, по-моему, больше. Больше. Три года. Ну, неважно. И она, кстати говоря, очень так цитируется хорошо, то есть, ну, люди ее действительно читают и как-то обсуждают. Вот такой методологии положено не было, поэтому то, что мы видим по разным предметам, очень по-разному. Теперь метапредметные результаты. Вот смотрите, предыдущая, ну, как бы, действующая версия стандартов, она предполагала, что школьный коллектив, он, как бы, отнесется к этим результатам и покажет, в каких предметах он как их отражает. То есть, там закладывалась такая презумпция, что школьный коллектив собирается и, например, обсуждает. Так, коммуникативная компетенция. Кто у нас в это вложится? Ага. Учитель физкультуры у нас развивает игровые виды спорта. Если игровые виды спорта, то вполне допустимо, что коммуникативной компетенции наряду с учителем там истории, общества знания, учитель физкультуры тоже будет принимать участие. Ну, вот я в качестве такой иллюстрации, да? И школа, как бы, распределяла метапредметные результаты в зависимости от того, какого коллектива, какого потенциала, вот кто у него там есть. Теперь, как бы, эта презумпция снимается, и каждый предметник оказывается в своей ячейке, и, конечно, никакого интереса обсуждать эти метапредметные результаты тоже, в общем, нет. Ну, и поскольку, как бы, нет текста, который назывался методология, внесение изменений в эти самые стандарты. Но, тем не менее, наверное, это будет на повестке среди вопросов у тех групп, которые там будет дорабатывать, наверное, министерство каким-то образом сформирует, после чего какая-то там следующая версия будет предложена. Ну, можно отдельно там развернуть, как эти результаты могли бы быть устроены и преемственно друг с другом связаны, но это, наверное, там отдельный доклад. Спасибо. Я думаю, что в течение сегодняшней дискуссии мы будем возвращаться еще к этому вопросу, потому что это один из ключевых вопросов, то, в каком виде могут быть представлены предметные образовательные результаты, оценка этих образовательных результатов. Коллеги, пожалуйста, есть выступления по этому вопросу? Выступления, вопросы? Ну, я думаю, что они еще... Да, записавшихся, да. Значит, коллеги, довольно-таки остро для российской действительности стоит вопрос перегрузки школьника в плане того, что какое количество учебного материала ему приходится, прошу прощения за этот глагол, усваивать, осваивать, перерабатывать, проходить. Абсолютно верно, да. И, к сожалению, предполагаемый проект стандарта, он не только не содержит каких-то предложений, да, или намеков на то, каким образом разгрузить школьника, но фактически вот тем количеством КЭС, дидактических единиц, контролируемых элементов содержания, фактически он усиливает эту ситуацию. И очень хотелось бы сейчас подумать над таким вопросом, можно ли достигнуть образовательных результатов, предложенных в проекте стандарта, и не перегрузить школьников. У нас по этому вопросу записывался Олег Дмитриевич Федоров, поэтому, пожалуйста, вам представляет слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я смотрю проект образовательного стандарта с двух позиций. С позиции учителя, который будет его читать и реализовывать, и с позиции человека, который в той или иной степени занимается подготовкой учителей, а это значит, что нужно еще и разъяснять, и проектировать занятия с использованием вот того материала, который положен в стандарте и так далее. И с этих двух позиций есть как точки пересечения, так и определенного рода точки противоречия. Но сначала о пересечениях. Невозможно достичь тех образовательных результатов по предметной области общественной науки в отведенное количество часов. Путем простого переложения арифметики на количество уроков мы получаем, что дидактических единиц на уроке по той же, например, истории в шестом классе будет около двенадцати. Ну, можно только в назывном порядке осветить все события, которые происходили в период Столетней войны на таком уроке. Сформировать более глубокое представление, понимание и какие-то более глобальные когнитивные навыки на таком уроке просто невозможно. Особенно если учесть, что если мы спросим учителя и какой документ для него является первоочередным, то ответ-то мы получим, что не стандарт для него первоочередной, а кодификатор ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. И поэтому, раз в кодификаторе есть детальное описание Столетней войны, значит, извините, друзья, мы будем с вами детально заучивать события именно этой войны, а уж если карту научитесь анализировать, ну, это образовательный результат, который скорее случится, чем будет системно достигнут на этом отдельно взятом уроке. Второй момент. Каждый учитель истории считает себя немножко историком. И поэтому договориться о том, какие события, явления, процессы обязательны, а какие нет, среди этой отдельно взятой социальной группы будет невозможно, потому что у каждого свое представление о первостепенных и второстепенных событиях в историческом материале. И поэтому, с одной стороны, вроде как этого и не нужно делать, а с другой стороны, это большой потенциал для того, чтобы прописывать те образовательные результаты, которые можно достигать на любом историческом материале. Условно говоря, мы ход военных действий описываем по мотивам первой или второй пунической войны. Это совершенно неважно, потому что никто из здесь присутствующих не помнит ни одной пунической войны. Но понимать, что у войны есть причина, повод, основные события, действующие лица театра военных действий, итоги и последствия, и что-то сообразить по поводу этого на материалах Википедии мы можем. Третий момент связан с тем, что некоторые вещи в стандарте вызывают определенного рода недоумения. Ну, например, формулировка «описывать природу Древней Италии». Но природа Древней Италии не сильно отличается от природы Италии современной. Поэтому имеет ли смысл такой образовательный результат и имеет ли смысл требовать его с пятиклассника? Можно говорить о том, что многие образовательные результаты достались нам в наследство от нашего славного прошлого, и поэтому первый съезд РСДРП мы обязательно должны с детьми обсудить, вплоть до участников, даты, места проведения и принятых на нем решений. Наверное, первый съезд РСДРП имел значение в духе идеологии, от которой мы уже отказались, но тогда давайте первый съезд партии социалистов-революционеров рассмотрим. Там события были куда более интересные, чем на первом съезде РСДРП. И, наконец, третий момент. Он связан в первую очередь с географией и обществознанием. Год от года образовательные результаты даются в одной и той же формулировке. И я как учитель не понимаю, чем результат шестого класса отличается от результата девятого класса, если он дается, как умение извлекать информацию из диаграммы. Есть ли необходимость фиксации таких результатов по годам, если они год от года повторяются? Это очень-очень большой вопрос, на который, к сожалению, ответ на данный момент дается очень сложно. Если мы посмотрим на приобру, то, конечно, увидим, что в нашей предметной области подавляющее большинство замечаний связано с количеством часов раз, с рассинхронизацией курсов отечественной всеобщей истории два и с несоответствием с другими правоустанавливающими, нормативными, какими угодно документами. Мы, как учителя истории, живем во многих стандартных реальностях, потому что помимо федерального государственного образовательного стандарта есть еще историко-культурный стандарт, есть еще профессиональный стандарт педагога, есть еще концепция преподавания общества знания, и все это между собой совершенно никак не соотносится. Ну вот в частности, по общества знания, концепция преподавания говорит о том, что нам бы хорошо развивать у детей финансовую грамотность, а в проекте федерального образовательного стандарта финансовая грамотность занимает минимально возможное место, и получаем парадоксальную ситуацию, которую я бы хотел проиллюстрировать таким примером. Каждый из восьмиклассников, то есть 15-летний подросток, будет точно знать, чем производительный труд от непроизводительного труда отличается, хотя это в общем дело экономистов. Но вот составлять семейный бюджет будут только те, кому повезет. А вот теперь давайте подумаем относительно того, что через три года и после восьмого класса они, дай бог, школу закончат. И, конечно, поступив в университет, они в общежитии будут в основном заниматься сравнением производительного и непроизводительного труда, а не составлением своего семейного бюджета на ту стипендию, на которую они живут. На мой взгляд, ситуация абсурдная и требующая более серьезного методологического основания, почему именно такие, а не другие образовательные результаты. Ну и завершая, скажу о том, как учителя со всем этим работают. Вот, конечно, положа руку на сердце, все говорят о том, что стандарт дочитали далеко не все. И, наверное, такая ситуация будет даже после его принятия. Поэтому будут читать методические материалы. И мне кажется, коллеги, скажу, наверное, крамольную вещь, но принципиальную, как вот для педагогического сообщества. После того, как этот стандарт будет принят и вступит в силу, нужно будет сделать очень качественные методические учебные материалы в помощь учителю. Потому что все-таки тот язык, извините, но птичий, педагогический, которым написан стандарт, понятен далеко не каждому выпускнику даже самого ведущего вуза нашей страны или зарубежного. Думаю, что в Максиме Танке в Беларуси тоже не понимают наш стандарт. Но, тем не менее, вот задача. И кажется, что для этого должны быть объединены ресурсы не только Российской Академии образования, педагогических вузов, но и классических университетов, к коим мы себя относим. С удовольствием отвечу на вопросы, если таковые появились. Я думаю, что мы сейчас дадим возможность высказаться всем, кто, как сказал Сагдаревич, записался. И дальше уже у нас будет время для свободной дискуссии. Алексей Львович, что Вы считаете по вопросу, можно ли достигнуть образовательных результатов, закрепленных в нынешней проектной версии стандартов, и не перегрузить школьников? Понятно. Спасибо. Конечно, можно. По разным причинам, одна из которых, что мы всегда достигаем. Что запланировали? Вот. Теперь некоторые комментарии. Первый такой, вот я тут некоторое время назад беседовал с учителями конкретной школы, и в частности с преподавателями литературы, разумными людьми, и сказал, вот давайте ведем такой принцип. Когда Вы задаете на дом, ну, чтение какого-то произведения, там, Тарас Бульба, например, укажите в скобках рядом, всегда указывайте количество минут, которые нужны, чтобы его прочитать. Не то, что один раз где-то, а вот каждый раз написан Тарас Бульба, рядом написано 98 минут. Ну, и другие источники тоже. Вот. Ну, дальше возникает вопрос о бюджете времени и о том, что единственная норма СанПИНа, о которых все благополучно забывают, даже прокурорская проверка, это то, что там сказано, но Вы знаете, что на домашнее здание вдвое меньше, чем на соседшее количество уроков. Там 05 академического часа, 05 академического часа, а не академического часа? Конечно, но когда мы считаем, но когда мы считаем академические часы, то мы считаем еще времена отдых, то мы считаем времена отдых, и когда мы считаем домашнее задание, то мы считаем времена отдыха, поэтому это полностью эквивалентная вещь. Извините, по процедуре, коллеги, нас очень много слушают людей дистанционно, поэтому нажимать кнопочку, когда хотите сказать репликум. Вот. А теперь еще одна причина, которую хотел бы мне уже серьезно вполне отметить. Первый, конечно, тоже очень серьезный, я считаю, просто это выглядит смешным, потому что никогда не делается. Но вообще, говорю, очень серьезная история. Вот. Действительно, планировать домашнее, самостоятельное, домашнее дурацкое слово, самостоятельную работу учащихся не менее тщательно, чем мы планируем время работы с уроком. Просто это вот известная история про то, что экономика, так сказать, образование, работа по затратному принципу. Мы считаем затрату часов учителя, а не результат достигнутый учащимся. И совсем игнорируем затрату времени учащегося. Это вот одно, один круг вопросов. Второй круг вопросов. Ну, а некоторые выходы, на самом деле, вот эта вариативность, еще тема, по которой меня просили сказать, это технологии, я говорю сейчас про нее не буду, но, пожалуй, сделаю одно замечание. Что технологии и литература, по-видимому, предметы для наиболее очевидна абсурдность вот этого однозначного списка. Ну, считать, что в любой точке Российской Федерации готовят один и тот же плов, ну, как-то это странная история. Вот, теперь второе, почему можно этого достичь, вот какая штука. Вот вчера у нас было обсуждение в Академии наук, где были люди из Академии, с одной стороны, с другой стороны, из России, как Академия наук, такая организация, объединяющая ученых, так сказать. Вот, и там была одна дама, которая прислалась вместо себя Лекторский, Лекторский, можно сказать даже. Иногда он, по-моему, сам себя называл Лекторский, поэтому я привык, но вообще-то он Лекторский, наверное. Вот, и эта дама Труфанова, значит, она сказала, вот мы уже давно считаем, что вообще пространство сознания, оно уже смешанное. Оказывается, уже эпистемологи, они добрались до такой мысли, что говорить о том, что мозги человека работают без электронной оболочки, это такая уже странная идея сегодня. Ну, это видно, вот сегодня вряд ли здесь найдется человек, который помнит 20 телефонных номеров. Но на самом деле, конечно, помнит 20 телефонных номеров, потому что вот здесь вот все есть. Значит, мозги изменились. И это некоторый ответ на вопрос о том, можно ли. Вот шестой показатель цифровой кадров для цифровой экономики говорит, что нужно, чтобы рост процент тех заданий ВПР, на которых детки используют цифровые инструменты. Вот если мы разрешим деткам использовать цифровые инструменты на экзаменах ВПР и так далее, и правильно их сориентируем, чтобы они, например, понимали, чего они не знают или чего не понимают. И чтобы они не писали наугад то или иное слово, а подумали, что же на самом деле они хотят сказать. Чтобы они не угадывали столицу европейской страны, а посмотрели бы, какая в этой европейской стране, правильно написав ее название, а на самом деле столица и так далее. И более содержательный вопрос тоже. Вот если это сделать все, и действительно поступить с детьми так же, как поступаем мы со взрослыми, которым разрешаем смотреть телефон в себя в мобильнике, то я думаю, что все можно соблюсти. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Львович. Леонид Анатольевич, Ваша позиция по поводу перегруза и можно ли достичь образовательных результатов? Так, Леонид Анатольевич, перемещаются коллеги. Пришлали записочку. Спасибо, что просите представляться. То есть народ смотрит. Смотрит, да. Сам дольше заразал, что написал, что не может подключить, и спросил, как идут дела. Это немножко хорошо с юною. Да, да, да. Я вижу, да. Поехали. Значит, прошу прощения, коллеги. Я буду... Не только на заданную тему, потому что я неправильно понял задачи, постарался дать ответ на все вопросы, которые назначены, были обозначены, но выделю как смогу. Значит, главным фактором, который спровоцировал мое нынешнее выступление, является то самокритичное, с моей точки зрения, наблюдение, что спустя 10 лет мы совершили ту же самую ошибку, которую совершили десятилетия назад. Начали переход на стандарт снизу вверх. Началка, основная, потом средняя школа. Меня это очень факт задел, потому что, ну, во-первых, я, конечно, считаю, что этот ход неправильный, он и тогда был неправильный, но интересно мне показалось другое, что разработчики текста совершенно другие. Руководство ведомства сменилось несколько раз, геополитическая ситуация изменилась существенно, а ошибка осталась той же самой. То есть, на самом деле, она коренится, скорее всего, не во внешних каких-то обстоятельствах, и не конкретных людях, а в каких-то наших, ну, как бы, особенностях нашей позиции, которые пока мы не найдем, не разберемся в себе, да, она так и будет повторяться. Это гипотеза. Вполне возможно, что я, во-первых, ошибаюсь, и никакой ошибки нет, и все правильно, и, может быть, что я ошибаюсь в том, что ошибка имеет разные причины. Но пока мне кажется, что здесь есть какая-то связь. Поэтому я начну издалека. Значит, я начну издалека, потому что, в отличие от очень многих своих коллег, мы начали переход на стандарты среднего общего образования в 2013 году, то есть сверху. И к 16-му, со старшей среднего общего образования, со старшей школы, то есть сверху. И в течение нескольких лет жили со стандартом среднего общего образования, как с нормативным документом. То есть мы в него вжились. Он для нас был не теоретической бумагой, а инструментом поведения, потому что, опираясь на него, я мог сказать любой проверке и ведомственной, и вне ведомственной прокуратуры, что я вот делаю так-то, потому что так написано в стандарте. А если вы считаете, что это неправильно, то докажите мне, что я не имею права так действовать. Замеряю документ прямого действия. Вот это вот, значит, пока не появились основные образовательные программы, примерно вся другая нормативная база, я имел право так себя вести, достаточно нахально. К 16-му году, когда все документы появились, мы уже обладали некоторым опытом, как работать по стандарту среднего общего образования. Дополнительным вызовом было то, что мы в этот момент проходили авторизацию международного бакалавиата. И одновременно с переходом на стандарты среднего общего образования, то есть старшей школы, запускали дипломную программу IB и могли сравнивать, как работают два этих стандарта и как они соотносятся друг с другом. Причем опять не теоретически, а вот именно практически, как в них жить. Значит, это все вместе, я сейчас вот обращаюсь к тому, что написано на слайде, не буду это повторять, заставляет меня относиться к стандарту 2009-2012 года крайне критически. Это нам только кажется по целому ряду причин, что он обозначил возможности для какого-то прорыва. На самом деле требования к предметному обучению очень плохо стандартизированы в тексте. На самом деле межпредметные связи не выстроены. На самом деле вес программы универсальных учебных действий не определен. И текст стандарта позволяет воспринимать его как совершенно предметный документ. Документ, ориентированный прежде всего на достижение предметных результатов. Он и другую интерпретацию дает, дает право давать, но не предписывает. Это очень серьезный момент. Поэтому вот эта вот фрейдистская оговорка руководителя группы, она очень показательна с моей точки зрения. И ее надо иметь в виду. Александр Михайлович сказал чистую правду. Методологическая основа и стандарта 2012 года является фундаментальной ядрой. Мы все помним, что означает этот документ. То есть, причем не содержательный, а именно методологический. Когда я его как бы попросил это прокомментировать, он сказал, да, я так думаю. Думаю, что он действительно... Вы написали так, он сказал. Нет, он написал так. Он написал... Его написали так. Сейчас, сейчас. Нет, он написал так. В беседе. Коллеги, давайте реплики, потом еще раз. Я влешался выступлению, если вы хотите, у него есть право вмешаться. Я готов. Давайте уважать тех, кто не взяли. Второй очень важный момент, кроме тех, кто имеет значение контексты. Я предлагаю посмотреть на эту ситуацию глазами педагога. Просто учителя. Потому что учителя это система, система образования это учителя. Мы все помним, что стандарт начался одновременно с переходом на единый государственный экзамен. Это мы с вами все знаем, здесь сидящие, что это два разных процесса, имеющие совершенно разные, как кажется, результаты и совершенно разную перспективу реализации. Но для педагога и два эти процесса происходили одновременно и задавали для него достаточно сложный контекст поведения в начале нулевых годов. Эта ситуация существенно ухудшилась, когда в 2014-2015 году заместитель министра заявил о том, что мы переходим на 6 ОГЭ к 2018 году. Ну, к 2021 году, прошу прощения. Эти же 6 ОГЭ, опирающиеся на содержание 2004 года, педагоги получили совершенно конкретный сигнал, что им надо делать. Будучи руководителем образовательной организации, в этот момент я собрал всех... Я, кстати, благодарен за это нереализованное решение. Потому что когда мы начали обсуждать, как его реализовать, то педагоги образовательного комплекса, в котором я работал, естественным образом уделились на две группы. Те, которые работали по гимназическим образовательным программам, сказали, что все это ерунда, что мы выдержим и 4, и 5, а потребуется и 6. И они, конечно, это сделали без всякой проблемы. Но педагоги, работающиеся в тех зданиях, которые объединились в гимназии, они точно понимали, что если ничего не изменить в их работе, 6 ОГЭ недостижимый результат, ни при каких обстоятельствах. Надо менять и организацию образовательного процесса, и методы работы на уроке, и их отношение к предмету, и систему работы с родителями, и все. И вообще, говоря, это был важный очень инструмент, и стимул для того, чтобы заставить их все это делать. Поэтому в этом смысле это хорошо, что это решение было принято, и хорошо, что оно не было реализовано потом. Но педагоги этот сигнал получили. Поэтому то, что сейчас в нашем обсуждении доминирует обсуждение предметных результатов, в первую очередь, естественным образом вытекает из текста стандарта и контекста его внедрения. И пока мы это не осознаем, мы, кажется, будем ходить мимо цели обсуждать то, что происходит сейчас. Это первый тезис, который я хочу зафиксировать. Теперь, собственно, по той проблеме, которая в части круглого стола, вокруг которой я выступаю. Я совершенно согласен с коллегами, которые говорят о том, что преобразовательные результаты по истории, литературе и обществознанию перегружены. Ну, их слишком много. Там, где коллеги говорят, педагоги говорят о том, что там не хватает часов, на самом деле они то же самое говорят. Они мысленно прикидывают эти образовательные результаты на то количество часов, которые у них есть, и говорят, что это невозможно. Это нам как бы кажется, что они не понимают документ. Они понимают документ. То есть они переводят этот документ на свой язык. Значит, я действительно провел вот тот расчет, о котором сказал Алексей Львович. Я взял программу по литературе, выписал все предметы, все произведения, по количеству слов суммировал их, сколько и в каждом произведении. Поделил на количество минут, которые нужно на прощение одной странички произведения. Ну, тут дискуссии, сколько и читать, разные скорости чтения у разных людей. У меня получилось 32 часа, чтобы прочесть все тексты восьмого класса. Я запасом, правда, честно хочу сказать, взял. При совокупном объеме домашних заданий в восьмом классе 46-47 часов. Если прибавить, это мой подсчет, я не профессионал. Если прибавить к этим с 32 часам, выучить наизусть 11 стихотворений, а это опять индивидуально у каждого, но я закладывал примерно час, ну, на чтение стихотворения, на выучивание стихотворения, то мы вышли в домашнее задание полностью, мы его закрыли. Домашнее задание по литературе выполнено. Сочинение? Нет, нет, все, сочинение пишется в классе. Доклады, рефераты, выступления и все остальное, там есть это все в перечне действий, которые ученик должен сделать, должны выполняться на уроки. В учебное время, ну, в домашнее время домашней работы это не подразумевает. Это мы рассматриваем ситуацию, версию, при которой ученик выполняет домашнее задание. Мы с вами понимаем, что это происходит не всегда. Да, это проблема. С этим я совершенно согласен. При этом точно так же надо сказать, что целый ряд коллег, Игорь Михайлович Гроссин про биологию, утверждают, и я тоже с ними в этом смысле с логикой их рассуждения согласен, что стандарт по биологии не догружен в части общей биологии. Там нет общей биологии. И если ныне действующая нормативная база не изменится, то мы должны считаться с перспективой, при которой учащиеся физмат-классов общую биологию изучать не будут. Может быть, это и хорошо, может быть, это и плохо. Просто надо понимать эту ситуацию. Биохимы будут, гуманитарии будут изучать естествознание, там будут модули из общей биологии, а физматы не будут. Надо просто понимать это решение осмысленно. Да, это дискуссия. Она носит совершенно конкретный характер. Надо ли, не надо убрать, добавить и так далее. Но, с моей точки зрения, это не ключевая проблема. Я согласен с Алексей Львовичем. Мы решим эту проблему, она носит вторичный, второстепенный характер. Потому что главная проблема, это, конечно, отсутствие целостной концепции, которая не позволяет все эти разнородные предметные результаты связать в некоторую общую рамку. То есть, перегрузка беда, но не основная. Да, 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 я знаю. Значит, два слова по этому поводу. Значит, продолжить. Можно ли выполнить или нельзя стандарты решить задачу топ-10? Можно, конечно, показывать Москва. Да, уже решили, да? Значит, при любом тексте образовательного стандарта указ президента может быть выполнен. Он же уже это выполнил в одном регионе. Значит, теоретически это можно сделать во всех остальных регионах. При определенных условиях. Поэтому, отвечая на точно поставленные вопросы. Стратегические задачи на десятилетие. Ближайшие. Достижение задачи топ-25 зависит от социокультурных условий региона и оперативного управления системой. Как быть с перегрузкой? Здесь я хочу цитировать глубоко мною любимую, уважаемую Мариану Владимировичу, которая правильно говорит. Все хотят стандарта, которые необязательны к исполнению. Это противоречие в определении, но тем не менее. Все зависит от того, зачем этот документ создается. Я цитирую Мариану Владимировичу, потому что она уместнее в этом сообществе. Все хотят документы, которые необязательны к исполнению. Если это просто еще один документ, то, конечно, почему бы и нет. Если это основание для системы внутришкольного контроля за деятельностью школы, не системы внутришкольного контроля, если это основание для системы внутришкольного контроля, то тоже пусть будет, как некоторые документы. Там, если вы посмотрели, написано, что он и для органов государственного управления, и для школ. Если школа на этом основании, на стороне документа выстраивает свою работу, то пускай выстраивает. Если это основание для федерального контроля за деятельностью образовательных организаций, то реализовать его на правке будет очень сложно. Спасибо. Леонид Анатольевич, спасибо, что сделали переход. Давайте, у нас будет время. Я не зарабатывал свое время, поэтому я хотел два дополнения очень коротких. Спасибо. А две вещи я хочу сказать. Во-первых, что вот идея про шесть экзаменов, которая здесь была выражена в какой-то такой форме разнообразной, она на самом деле, это единственное разумное понимание того, что значит дети освоили стандарт основной школы, что они могут на тройку сдать АГ по всем предметам. Иначе понимать невозможно. Первое замечание. Второе замечание, что мне довелось там несколько десятилетий поработать с Геннадий Алексеевичем Ягодиным. И он говорил такую вещь, что нужно, чтобы требования программы стандарта были устроены так, чтобы всякий учитель основной школы мог бы удовлетворять им по всем предметам. Школьный учитель должен, истории, должен знать химию на уровне тройки восьмого класса. Все, спасибо. Марина Юрьевна, мяч, на котором написано, сможет ли нынешний стандарт обеспечить нам глобальную конкурентоспособность, передается вам. Спасибо большое. Можно микрофон поближе к себе. Пожалуйста. Сложный вопрос. Я могу точно сказать, что один стандарт точно ничего не может. Он может создать какие-то условия для этого. Но поскольку мы сегодня здесь слушаем, я не знаю, про общество знания, про историю, про литературу, можно я о своих любимых, а естественно, научных предметах. Тут никто не признавался, я честно признаюсь, умела отношение к этому стандарту. Ну вот, да, участвовала и в разработке детализированных требований, да, и некоторым образом и предметных результатах по тем самым предметам, естественно, научного цикла. Так вот, если отрешиться одной методологией, которую сейчас обсуждают по ТОП-10, мне она, честно говоря, не очень понятна. Мне понятно, есть там международные исследования, да. И, наверное, эти международные исследования действительно показывают какие-то тенденции развития, ну, в частности, вот нашего, естественно, научного образования. Если взять, предположим, ТИМС, с которым мы выступаем очень и очень неплохо, да, то в общем и целом и прошлый стандарт нам это все обеспечивал, да. На самом деле никаких проблем там с формулировкой наших результатов или даже с, ну, как бы, с акцентами вот этого количества воспроизведения, применения или там использования с точки зрения ТИМСа не существует. Достаточно сравнить требования этого международного исследования, ну, хотя бы с нашими ОГЭ, даже существующими, да. И, в общем-то, положительная динамика в нем показывает, что в этом отношении все как бы более-менее замечательно. Единственная проблема, которая у нас там есть, это как раз проблема содержания, как это ни странно. Вот наше, естественно, научное образование отстает по объему содержания-то. Вот вы все время здесь говорите, перегружено, кошмар, да. Вот, закон Гиргоф не надо никаким образом. Отстает, я имею в виду, не по объему, наконец, девятого класса, но отстает по времени прохождения. Мы слишком поздно начинаем, да. Вот если взять ТИМС, то, по сути, там начальная школа существенно больше должна, так сказать, знать и уметь, чем у нас предполагается нашими же стандартами. И в этом отношении у меня, на самом деле, некоторая реплика по поводу предыдущего. Вот сейчас здесь обсуждали изменения стандарта, вот прошлись по биологии, что нет там общей биологии. А я вам хочу напомнить предысторию, вот эта вот общая биология, там элементы из 10-11 класса по физике, органическая химия была внесена в стандарте 2004 года, да. И благополучно за это время во все учебники вошла и так далее. А теперь посмотрите, что начиная с 2004 года, за прошедшие, дай бог, почти 15 лет, мы так и не создали никакой концепции изучения этого материала на уровне основной школы. А о том, что она не создана, и не созданы, так сказать, основания для именно освоения этого содержания, да, на базе тех умений, к которым мы привыкли, говорит о том, что мы до сих пор не научились проверять. Загляните в те же самые ОГЭ и увидите, что этот материал по биологии как не проверялся 2004 года, так не проверяется и в 2018 году, да. Значит, наверное, попытка, так сказать, нынешних разработчиков убрать, в конце концов, то, что невозможно проверить, и, наверное, не созданная предпосылка для его усвоения в девятом классе, и проследить, как вот правильно Игорь Михайлович сказал, там сделано существенное продвижение вперед, потому что, по сути идеи общей биологии, ими проникнуто пятый, шестой, седьмой, там, и восьмой класс, то есть материал по изучению, там, растений, животных и человека. И я считаю, что это вполне себе, так сказать, правильный и нормальный подход. А вот то, что касается ПИЗа, то здесь действительно ситуация очень и очень сложная, потому что в ПИЗе проверяют, естественно, научную грамотность, под которой, ну, я напомню, понимают, так сказать, три основных компетенции. Это научное объяснение явлений, понимание особенностей естественно-научного исследования, интерпретация данных, использование научных доказательств, ну, короче говоря, работа с естественно-научной информацией в различном аспекте, в различных форматах и ее критический анализ. Так вот, если посмотреть на разработку, на то, что изменилось в представленном стандарте, то я хочу честно и откровенно сказать, что все те группы, которые работали по естественно-научным предметам, они работали, детализируя это требование, именно исходя из ситуации, что нам нужно сохранить, а, эмпирический уровень изучения этих предметов на уровне основной школы, что, в общем, ну, понятно, теоретически мы явно не можем. А второе, это как раз идея формирования той самой естественно-научной грамотности. Другой вопрос, что мы же не прописываем это так же, как в ПИЗе, явными словами. Извините, даже само слово, естественно, научную грамотность, которую мы вначале прописали, ее все равно как бы убрали, да. Но посмотрите, там прежде всего, где у нас основной провал? Основной провал во втором, понимание вот этого особенности естественно-научного исследования, да. Посмотрите во все три предмета, какие, так сказать, там требования детализированы, прежде всего те, которые связаны с освоением научного метода познания, да. Там сделан на них основной упор. Мало того, что требования. Дальше. Что значит самостоятельное освоение этих методов научного познания? Нам надо, извините, заставить учителей перейти на исследовательский характер изучения наших предметов, да. В этой рамке предметных результатов это довольно сложно сделать. Там поступили, мы поступили очень интересным способом, вот если вы заглянете на химию и на физику, увидите, что там вот такие огромные списки, да, какие практические задания надо сделать по каждому классу. Вот точно основание для обвинения нас в перегрузке. И это сделано, как ни странно, намеренно. То есть если сохранить методику, когда лабораторная работа, это иллюстрация изученного материала, тогда это будет колоссальная перегрузка. А вот если перейти на исследовательский метод и заставить учителей изучать через этот эксперимент материал, тогда никакой перегрузки не будет, и мы решим эту проблему. То есть я просто хочу сказать, что это, да, да, это попытка на самом деле еще и изменить вот эти вот технологии, так сказать, попытаться. Сделать это все в рамках стандарта, в рамках предложенного, так сказать, вот этих требований и предметных результатов достаточно сложно. Второй конек – практикоориентированность, да. Вот почему наши дети не выполняют задания ПИЗа, потому что они все сформулированы на контексте жизненных ситуаций. Это у нас действительно самая большая проблема, да. Ну, на самом деле стандарта мы ее тоже не решим, потому что здесь нужна разработка безумно сложных заданий, то есть изменение наших, ну, наших дидактических материалов, наших задачников. И все, кто этим занимается, понимают, что это колоссальная работа требуется. Но, опять же, как это в стандарте сделано? Ну, вот из физики приведу пример. Там есть результат, который написан, распознавать физическое явление в окружающей жизни, причем включая природные явления, да, всевозможные. С точки зрения, так сказать, педагогики распознавать – это знаниевая компонента, да. Но с точки зрения в окружающем мире, так сказать, да еще всевозможные природные сложные явления – это совсем уже другая ситуация, это гораздо более сложная. То есть, на самом деле, там вот в явном виде прописано, что нужны задания, практикоориентированные, и вот такими вот нюансами, о которых я только что сказала, сделана попытка тоже переосмысления методик. Ну, банальный пример. Вот у нас в классической методике есть так. Мы изучаем какие-то законы и показываем эксперимент, который точно иллюстрирует только этот закон. Ну, вот какое преломление, это самое, отражение света. Все знают, да, я надеюсь. Прекрасно понимаете, луч света пустить на пластинку, будет наблюдаться отражение, преломление, да еще будет рассеянь наблюдаться, а еще, если менять угол, будет меняться количество энергии в прошедшем и отраженном луче, да. Вот у нас нигде в учебнике именно так не рассматривается. У нас отдельно отражение, и не смотрите на все остальное, да. Отдельно на преломление, как бы не смотрите на все остальное. Не во всех учебниках Натальи Сергеевны. А в тех, которые у нас, к сожалению, имеют наибольший рынок распространения, я не говорю, что нет в этом отношении прорыва. Но во всяком случае была сделана попытка, опять же, вот эту практикоориентированность, так сказать, внести. И ясно, что самим этим текстом стандарта мы в ПИЗе результат, в общем, не улучшим. Но если эти идеи проникнут в массы, или, по крайней мере, мы начнем видеть в этом тексте стандарта то, что в него действительно закладывалось, потому что вот сегодня для меня, я всегда понимала, что каждый читает в тексте то, что он хочет, так сказать, увидеть. Но, как бы, сегодня складывается ощущение, что мы все видим в одном и том же тексте очень и очень разное. Ну, наверное, потому что этот новый ВГОС очень большой, и действительно мы его никто до конца не дочитали и не переосмыслили. Поэтому, ясно, отвечая еще раз на поставленный вопрос, ясно, один стандарт не позволит нам выбраться в топ-10, да, это сложный, так сказать, путь. Но мне кажется, что совместная работа по совершенствованию, так сказать, и этих тоже стандартов, она, так сказать, вполне поможет решению этой задачи. Спасибо. Спасибо, Мария Юрьевна. Потому что в физике существенно уменьшена математическая часть. То есть мы увеличили вот этот вот исследовательский подход, да, и снизили качество математики. Там черным по белому написано, что решаем задачи по действиям. Извините, но вот ситуация такая. В отведенное время можно сделать что-то, так сказать, одно. Спасибо, Мария Юрьевна. И, Ольга Борисовна, пожалуйста, тот же вопрос, ваш взгляд. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня, мне был задан тот же вопрос, который я для себя так сформулировал, помогает ли вот предложенный проект в ГОС в IT России в топ-10 лидеров по качеству общего образования. Значит, ну, основные проблемы, как известные, как это уже говорилось, у нас связаны прежде всего с исследованиями ПИЗа. Ну, правда, вот тут еще и профильная математика нам немножко подводит. Не углубленка, а профильная, да. А так-то, в общем, все исследования, которые лежат ниже среднего международного, это ПИЗа. То есть, а ПИЗа, это основная ее задача, это функциональная грамотность. Ну, вот, любимый пример Александра Григорьевича Осмолова, когда попросили посмотреть на шахматную доску гроссмейстера, да, и, так сказать, потом воспроизвести, закрыли картинку и сказали, как стоят фигуры. Он сказал, я, конечно, не помню, как стоят фигуры, но я помню, что белые начинают, если белые начинают, то они ставят мат в три хода. Понимаете, да? Ну, чтобы дойти, вот, собственно, функциональная грамотность, существо, дело. Мы обладаем достаточными знаниями для того, чтобы оценивать ситуацию и делать выводы. Вот, очевидно совершенно, что для того, чтобы достичь такого мастерства, мы должны иметь и богатый понятийный аппарат, и богатое, так сказать, немного знаний, и, главное, практику. Самое главное – практику успешного действия. Значит, ну, проблема – это не новая. Она всегда стояла перед российской школой, мы ее называли формализмом знаний. Ну, вот, спасибо Пизе второй раз, Екатерине Николаевне, Поливановой, особенно персонально. Вот, она показала, вот, лично для меня, может, кто другой из других источников, но лично я вот из ее работ поняла, что если это знание не присвоено ребенкам, да, вот, не такое свободное владение, то это все зависит от того, в каких ситуациях это знание формировалось. Вот, а теперь вот, если посмотреть, а в каких ситуациях мы чего формируем? Вот типичные задачи, ну, ну, просто вот на примере математики, да, пример решаем. Вот дети 95% выполняют. Задачки решаем. Уже не явный способ, прямого указания на действие нет, не явный способ. Но он уже, так сказать, вот привык, они уже умеют это интерпретировать, 85%. Остальное связано не с математикой, а с умением концентрироваться на задачи, и еще там каких-то разных умений прочитать и так далее. А вот такую задачку, у меня завтра день рождения, будет 15 человек, хватит ли одной коробки, если в ней 5 рядов по 4 конфетки в каждом, поясните свой ответ, уже решат 50%. Таких задач нам не разрешали давать. Более того, у нас в учебниках они отсутствуют. Более того, даже недавно мне, так сказать, сравнительно недавно, вот год 4 назад мне математики говорили, что ты не приводи больше таких примеров, это некорректная задача. Ну, понятно, почему некорректная, да, она не имеет единственного ответа. Вот, единственного правильного. Она не по ответу и оценивается. Если вспомнить Осмолова, то ответа нет, то что один ребенок может сожрать все 20 конфеток. Вот, ответа нет, единственное правильное. Но я и не по ответу ее оцениваю. Я ее оцениваю по ответу плюс обоснование. Вот, сожрать все 20 может, да. Но и это еще не ПИЗовская задача. ПИЗовская она будет, когда мы уберем способ действия явный, указание, что там 4, вот это указание, а дадим ему, извините, вот фотографию магазина, да, скажем, что у меня тысяча в кармане, могу истратить половину, ну и так далее. И вот, пожалуйста, а ты сам догадайся почитать. Вот, собственно, в ПИЗов, в чок там, вот это формально, он должен понять, я должен использовать математику, русский, что мне поможет, какие знания, или может быть вера, а может еще что-то. А если математика, то что из математики? И вот если мы такую задачку дадим, то будет результат, как у девятиклассников, 15%. Вот, поэтому, чтобы решить эту проблему, вот очевидные вещи две. Первое. Целенаправленно заниматься развитием детей. Да? Это первое. То есть формировать, не, так сказать, на откуп давать в школе на естественное вбросление, и за счет содержания и образования сложного их развивать, да, как мы это, в общем-то, в советской школе делаем, а целенаправленно заниматься формированием и развитием детей. И второе. Формировать целостную, социально ориентированный взгляд на мир, целостную картину мира, перенос, интеграция и так далее. Вот, собственно, основные позиции, которые помогают, ну, наши психологи это говорят. Что нам помогает делать? Учебное самостоятельное, позиционное сотрудничество, политиковая активность, оценочная самостоятельность. Здесь интеграция и перенос, и опыт самостоятельного ответственного принятия решений, опыт разрешения проблемы, опыт позитивного поведения, опыт обязательно успешный, научный, там, проектив, проекте-социальный какой-нибудь деятельности. Ну, собственно, вот тогда мы выходим на эту картинку Пизовскую, по которой они собираются нас оценивать, там, в следующем. Так вот, я смотрела на ВГУС с этой точки зрения. Вот эти поставленные задачи нам помогает он решать или нет? Ну, вот, значит, я не буду говорить очень так вот, что ничего там нет. Конечно, по сравнению с тем, как знать, уметь, там, конечно, какой-то безусловный шаг сделан. Но с моей точки зрения, что получилось? Что вот мы вернулись опять к модели КЭСов, да, контролируемых элементов содержания. То есть есть обратный ход даже по сравнению вот с 10-14 годом, когда мы ставили в угловую угла плохо, плохо, я согласна, что плохо сформулированное, но умение решать определенные учебные задачи, учебно-познавательные, именно с этим материалом, с определенным. Значит, мы сейчас опять вернулись к контролю за элементами содержания косвоенными. То есть есть определенный перекос в сторону оценки, а не в ориентации учебного процесса. Вот, понимаете, вот особенно вот эта детализация, которая прошла, я понимаю, что это вынужденная мера, но она вот привела к тому, что, ну, что называется, за деревьями леса не видно. То есть вот масса лемных знаний, необязательных, вспомогательных, которые осваиваются по ходу и которые приводят, вот, ну, так сказать, они встают в угловую угла. Вот это, мне кажется, ну, смыслы теряются. Вот, это первое. Второе. Вот, хотелось бы, чтобы был сделан шаг в развитии, вот, в описании вот этих самых классов учебных задач, которые мы, ну, и как-то это зафиксировано в стандарте. Ну, вот, во всяком случае, хотя бы, как минимум, указание четкое на необходимость понимания применения, так это не применение сложной задачи, а во внеучебном контексте, хотя бы, такое понимание. Вот, это первое. И второе, значит, ну, вот, хотелось бы, чтобы в каком-то виде были зафиксированы условия организации учебной деятельности, которые способствовали формированию учебной самостоятельности. Ну, и, наконец, вот то, о чем тоже много говорили, вот эти самые переносы, интеграции и так далее, мне бы казалось, что это не столько синхронизация, потому что это старая проблема. Общество знания с историей, вы никогда не сделаете интегрированный предмет, потому что один строится по проблемному принципу, второй по хронологическому. Это вот та самая проблема, по которой наши никогда не могли делать. Я не знаю, что случилось, может быть, сейчас могут пойти другие подходы, но для нас это вот в свое время, это был камень предковления основной. Вот, но использование трансдисциплинарных подходов, ну, например, вот в Айби такой есть, да, дети, все программы учебных курсов строятся так, что каждый курс дает вклад в определенный, в ответ на вопрос, кто мы, где мы живем в пространстве и во времени, как устроен мир, ну и так далее. И то есть вот в какой-то момент учебного процесса подводятся результаты, и какие-то вот в специальное время выделяются для того, чтобы, ну, понимаете, нацеленность учебного процесса. Вот мы не просто изучаем, а мы изучаем для того, чтобы вот какие-то выводы для себя понимать. Все, спасибо. Спасибо, Ольга Борисовна. Буквально одна реплика. К сожалению, общество знания строится не по проблемному подходу, а по тематическому. То есть есть перечень тем, которые необходимо изучить. Мы мечтаем, чтобы этот курс строился по проблемному подходу, но пока не получается. Коллеги, у нас осталось с вами чуть меньше 30 минут для свободной дискуссии. Поднимите, пожалуйста, руки, кто хочет выступить в рамках свободной дискуссии. Мы посчитаем. С Виктором Санычем раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь. Значит, по три... Восемь. Восемь? Восемь, три с половиной. Да, примерно по три минуты. Пожалуйста, по две. Хорошо. Пожалуйста, коллеги, кто первый? Да, к микрофону, пожалуйста. Коллеги, просьба. У нас люди, еще раз повторяю, за пределами зала многие. Разумеется. Поэтому микрофоны представляться. Да. Высшая школа экономики, профессор математики Гордин. Мне кажется, что то, что вы здесь все обсуждаете, это проблема. В ней отсутствует несколько параметров, которые определяющим образом влияют на решение. А именно первое. Кто будет реализовывать, какой корпус учителей будет это все реализовывать? Я это говорю, зная отчасти положение в провинции, бесправное, нищее существование учителей. И игнорировать этот факт, а обсуждать какие-то другие проблемы, мне представляется несколько лицемерным. Это первое. Второе. На учебный процесс кардинально влияет мотивация учеников. Это, я думаю, никто не будет здесь оспаривать. Для того, чтобы был высокий авторитет знаний, в стране должно быть большое количество рабочих мест, требующих высокую квалификацию. С этим огромное количество мест уменьшается, несмотря на то, что обещания о том, что оно будет увеличиваться, произносились. Не зная этих двух кардинальных констант, не имея возможности их спрогнозировать, невозможно ответить на вопросы, какие в ГОСы должны работать, что можно изучить, как можно изучить. Тут говорилось о том, что нужно прикладывать научные знания к окружающей жизни. Это сильно зависит от того, какой учитель в классе. Кардинальным образом. То, что сейчас обсуждается, все равно, что обсуждать полет ракеты, не знаю, чему равняется «Ж». Может быть, 10, а может быть, 5, а может, 8,5. Вот то, что я хотел бы сказать. Спасибо за внимание. Пожалуйста, Анатолий Георгиевич. Спасибо. Ну, коллеги, я очень долго думал, идти сюда или не идти, потому что... Чуть поближе к микрофону. Я очень долго думал, идти на обсуждение или не идти, потому что вся история со стандартом доказала мне, что это было абсолютно бесполезно. То есть, абсолютно вообще. И тем не менее, решил, потому что очень хочу сказать несколько тезисов. Ну, первое. Попытка сделать одинаково в России, это просто доказано опытом. Многие люди, вот здесь присутствующие, это сумасшествие. Я прочел 240 с чем-то страниц стандарта основной школы. Начально не читал. Но там в требованиях есть плавание. Я сразу сообразил про Якутию. Причем плавание кролем и брасом. Теперь второе. Теперь второе. Причем не знание, а умение. Я так себе Хантамансийск понял, Якутию, Поморье, школы с бассейнами. В общем, бредятина. Дальше поехали. Значит, стандарт продолжает быть документом о должном, а не о сущном. Я несколько лет назад был в Америке. Вхожу в класс. Сидят люди и читают книжку над пропастью вожи. Спрашиваю учителя, почему? Они все равно читать не будут. Месяц назад в Англии. Они читают книжку Оруэллос. Это скотный двор. Спрашиваем, почему? Мы давно решили, что сами читать не будут. Пусть за год восемь книжек прочтут. А мы продолжаем вот эту вот штуку вставлять. Дальше. Следующая позиция. Мы все хотим подготовить Леонардо. Время Леонардо прошло. Это невозможно. Дальше. Мы собираемся в топ-10. Английский язык на уровне А2. Хочу обратить внимание, что это можно объясниться в гостинице. Это означает, что мы не ставим даже такой задачи. Дальше. Оценка везде внешняя. А у нас в стандарте появляется замечательная фраза, что оценка достижений предметных и предметных идут как результаты промежуточной аттестации обучающихся в школе и результаты итоговой аттестации. Следующий ход. Это учет школьных отметок при поступлении в институт. Опять назад в СССР. Дальше поехали. Мы говорим, что стандарт должен быть динамический. А мы его делаем статическим. Что значит динамический стандарт? Это значит, что он многоуровневый. А мы продолжаем делать стандарт одноуровневый. Я говорю, как делается в мире и как делаем мы. Просто сравниваю. Автономия. Про это уже сказано. 70% и 30%, но 70% это 150% по отношению к выделенному времени. Я могу много об этом говорить, но, коллеги, единственное, что меня убивает, что, конечно, право, Кирилл Анатольевич, наши документы пойдут в Министерство просвещения. В ту урну, которая стоит, ну, даже не в кабинете министра. Почему? Потому что все сообщество Рада. Такому стандарту. Потому что не надо ничего менять. Потому что мы будем делать то, что делали 20 лет назад. То есть то, что умеем. А что нужно детям? В этом смысле гражданская позиция заставила меня сказать то, что я сказал. А опыт работы 44-летнего образования прочесть эти 248 страниц. И опять же, как сегодня правильно был вспомнен господин Салтыков-Щедрин. Единственной радость, что это выполнено, будь не будет. Спасибо. Спасибо. Алексей Львович? Ну, действительно, здесь, мне кажется, что были сказаны разные вещи. Не все повторяли одно и то же. А по-разному отразившие проблемы, это здорово. Но, тем не менее, я повторю, что документ противоречит ряду других документов, которые уже приняты. Меня вот просили подготовиться по технологии. Ну, как-то потом план, видимо, изменился, поэтому я ничего не буду рассказывать подробно. Но реально это противоречит концепции технологического образования, разработанные по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Ну, в частности, там мы игнорируем цифровую реальность, мы игнорируем вариативность по регионам и так далее. То есть, то, из чего исходило само министерство, всего три месяца назад принявшее концепцию развития технологического образования, значит, отразилось в стандарте. В прямой противоречии. Второе, то, что я сегодня уже сказал, то, что цифровая реальность игнорируется в различных предметах. Ясно, что предметы уже, так сказать, можно сказать, что использовать средства ИКТ в математике. Это написано во всех предыдущих стандартах. Ничего не используется. Сегодня, наконец, написано, что это должно проверяться в ВПР. Ну, а до этого было написано, что в ЕГЭ. Значит, надо это отразить. Если мы это не отразим, возникнет противоречие между проверкой и тем, чему мы учим. Спасибо. Если можно, я просто продолжаю, Алексей Львович, коллеги, стандарт сделан для выпускных проверочных работ, чего греха скрывать. Ведь, смотрите, вы в общем образовании, пункт 41, это в общем образовании, пункт 41, и в общем образовании, в общем образовании стандарте. Тоже есть такой 3, пункт, приложение обязательно к освоению, коллеги. Приложение обязательно к освоению. Я спросил, товарищи, не математиков, кто знает, да, приложение по математике, это приложение. Коллеги, мы опять 3 пишем, 2 в уме и опять помогаем надзорным органам делать с нами все, что они хотят, поскольку реальный ребенок это все освоить не может. И в этом плане у меня появляется вопрос о коррупциогенности данного стандарта, извините. У меня же такие плохие слова. Это еще здесь не звучало. Спасибо. Александр Юрьевич, вы хотели, да? Я хочу просто продолжить. Идея коррупциогенности, она слишком конкретная. А я хочу обратить внимание на то, что мы все знаем, что есть 3 принципиальные группы сценариев развития школы в современном обществе, в мире. Один сценарий – это усиление бюрократической системы, школа как бюрократическая система, группа сценариев. Вторая группа сценариев – это трансформация школы в личностное развитие, культурный центр местного сообщества, непрерывное образование. И третий сценарий – группа сценариев – это размывание школы. Значит, сегодня все эти три группы сценариев интенсивно поддерживают цифровыми технологиями, соответствующие инструменты используются. Ну вот, например, ЕГЭТ тоже использует замечательные цифровые инструменты. Скоро все будут принимать с компьютером и вообще с искусственным интеллектом, и мы будем всех держать и не пущать лучше, чем это было там в свое время. Что для меня печально. Я не против того, что у нас бюрократическая система, она интенсивно усиливается, в том числе тот характер стандартов, который нам предлагается, об этом говорит. Меня пугает другое. Мы знаем анализ развития этих сценариев и знаем, к чему ведет интенсивное развитие системы образования по первой группе сценариев. Мы ухнемся в массу социальных проблем, связанных с размыванием школы, через довольно быстрое время. И вот было бы желательно, если бы коллеги, которые разрабатывают стандарты, посмотрели на ту рамку, в том числе социальную, учитывая все те замечания, которые сделали коллеги, по-моему, это опять о том же самом, для того, чтобы не делать педастрофических для страны ошибок. Спасибо. Коллеги, кто еще поднимал руку? Да, пожалуйста, Сагдай Ильич. Коллеги, я странно сейчас скажу, потому что все-таки вот говорил Анатолий Георгиевич о том, что мы часто, что стандарты про норму, они просущие, но нам стоит тоже, мне кажется, обсуждать не только норму идеальную, но и сущее. И в этом смысле вот Леонид Анатольевич говорил о том, что стандарты 9-го года и 12-го, которые нам кажутся прогрессивными, на самом деле были технически очень слабыми. И вся конструкция не обеспечила простую вещь, гарантию от волюнтаризма разработчиков КИМов ЕГЭ, понимаете? И в этом смысле страна нуждается в достаточно серьезно обсужденном, потому что называется, кодификаторе ЕГЭ, или там рамке хотя бы. И в этом смысле, поэтому по сравнению, и поэтому, когда вот эти консервативные, казалось бы, или крики «дайте нам содержание», то я лично поддерживаю эту позицию, потому что государство должно не лицемерие определить, что оно ожидает на выходе. И КИМ и ЕГЭ, которые реально обеспечивают, ну, как бы, формируют ожидания, они, система их формирования должна быть абсолютно прозрачной. И истоки их должны быть прозрачными. А стандарты 9-го года и 12-го были для этого слишком аморфны. Но мы знаем, что следующая попытка, которая была весной прошлого года, она была попыткой не просто ответить на эту проблему, но и просто реанимировать устаревшую совершенно конструкцию прохождения тем. И мы сейчас видим, что все-таки маятник немножко коснулся, качался в обратную сторону. Мы видим стандарт, в котором сделана попытка определить результаты обучения. И, да, они сделаны, я про это еще скажу чуть-чуть, они сделаны кем-то хорошо относительно по физике или, кстати, по литературе в начальной школе. И это странно, конечно, в начальной школе делается относительно современно, а потом приходят другие, видимо, люди, делают в основном в школе, черт знает что, как будто достали из библиотеки Академии педагогических наук старой разработки. Но, в принципе, мне кажется, эта позиция в целом, я бы сказал, института образования, у нас мы сейчас приготовили бумагу, и вам ее разошлем после семинара, о нашей позиции, вот меня как-то не сдвинула эта дискуссия. Она состоит в том, что это стандарт, это шаг вперед, и попытка определить результаты обучения в деятельностной форме в них видна. Она не везде удалась, безусловно. Очень часто это наша ключевая претензия под видом этих... У меня, честно говоря, было пару разговоров с разработчиками стандартов, когда они пытались честно понять, вот как это описать в деятельностных результатах. И они как-то нас спросили с Игорем Михайловичем, а можно написать слово «знать»? Ну, мы говорим, да, можно. И они такие счастливые убежали, потом возвращаются обратно и говорят, а можно везде написать слово «знать»? Мы говорим, напишите, но тогда все увидят, что вы кроме как на запоминание ничего не ориентируете. Поэтому нам кажется, и вот еще раз, это звучит, так сказать, из моих уст, может быть, парадоксально, что по сравнению с весной прошлого года это значительный шаг вперед. Методологически эти стандарты, безусловно, более прогрессивны. Но действительно есть ряд позиций, и поэтому мы будем считать, что они могут быть доработаны. Вот я что бы сказал. Вот стандарты, которые были представлены в 2018 году, они должны были быть выброшены, и они, надо сказать, были выброшены, благодаря в том числе позиции целого ряда экспертов активной. Этот вариант стандартов, с нашей точки зрения, может быть доработан. Какие мы видим основные направления доработки? Ну, во-первых, нам кажется, что и про это как-то мало говорилось, нам кажется, что не надо их фиксировать по годам обучения, там, где можно без этого обойтись. Хотя при этом, понимаете, вот мы ссылаемся на зарубежный опыт, в Австралии они фиксированы по годам обучения, в Англии они фиксированы по двухлеткам. Нам кажется, что по двухлеткам могло бы работать. Следующий пункт. Мы тут много говорили про рассинхронизацию стандарта, что надо связывать там предметную, как это, межпредметность. Мы сами, получается, коллеги, путаемся в разнице между стандартом и программой. Это в программе надо обеспечивать межпредметные связи. Их можно, в принципе, обеспечивать и в стандарте, но это не главная его функция. А вот то, что в программе в разных предметах, и мы это сегодня уже услышали, и об этом и Марина Юрьевна фактически говорила, в разных предметах методология определения результатов разная, вот это, конечно, вызывает сомнения. Так, как будто бы эти люди работали по разным предметам, видимо, вообще не общаясь друг с другом. Это, конечно, необходимо сделать. Нам кажется, что в тех случаях, когда проведена конкретизация предметных результатов, очень часто вообще составители не услышали общественной дискуссии. Это, конечно, касается литературы. Мы об этом тоже достаточно определенно пишем, потому что нам кажется, что, да, должен быть, вот они читают над пропастью Варжи и читают в большинстве американских школ. И в этом смысле можно иметь такой пункт. Но он должен быть, во-первых, он не должен занимать все пространство, а пункт в смысле с обязательной, как бы, литературой. Во-вторых, конечно, этот список должен быть серьезно обсужден. По перегрузке много говорилось. Это страшная беда этого стандарта. Но мы, обратите внимание, коллеги, что мы именно сейчас увидели эту перегрузку своими глазами. Потому что, когда мы перегрузку, когда мы имеем стандарт как темы, мы не ловим эту перегрузку. Потому что тему можно пройти с разной глубиной. А когда тут написано прямо результаты, описывать природу этой самой древней Италии, и еще 55 описаний на 18 уроков, то мы понимаем, что этот трамвай лопнет точно. К сожалению, составители стандартов, они мне сами жаловались, у них не было времени даже на то, чтобы проанализировать перегрузку. И это какая-то страшная действительно беда нашего образования. Это дикая поспешность. И поэтому ее надо просто проанализировать и оптимизировать содержание. Кстати, в большинстве стран содержание оптимизируется не просто за счет сокращения, а за счет формирования более генеральных понятий. Ну, то, что мы услышали сегодня в части биологии, например. У нас даже попытки такой по большинству предметов нет. И последнее, да, предпоследнее. Это, конечно, то, что странно, конечно, говорят, что этот стандарт выполняет поручение президента 14-го года о наполнении стандарта содержания. Но после этого еще было три поручения президента по тому, чтобы стандарт был обновлен в соответствии со стратегией научно-технологического прогресса. Это не показано. Может быть, коллеги сделали, но они сделали это так, что увидеть это невозможно. Такое впечатление, что это не стандарт цифровой эпохи. Там нет фактически ни одного умения, если говорить о деятельности. Деятельности в цифровой среде, это же абсурд. И последнее, я перехожу к последней здесь позиции. Конечно, коллеги, которые писали этот стандарт, еще раз повторяю, я думаю, что люди, которые всю жизнь писали темы для прохождения и были поставлены перед задачей впервые написать результаты в деятельностной форме, постарались. Но у нас нет этой традиции. Поэтому в большинстве случаев мы видим прямо уморительный, вот по литературе это, конечно, верх, как это, уметь читать повесть Пушкина, ну потому что им надо как-то эту повесть туда воткнуть, а надо деятельностно. И вот написано прямо требование к результату, уметь читать повесть Пушкина «Капитанская дочка». Вот как написал Михаил Георгиевич Павловец, а дети вообще должны уметь читать раньше. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, вот это является наше неумение жестко формулировать стандарты в деятельностной форме, и последнее, связывая их с метапредметными результатами, это и породило этот документ. Мы можем его сколько угодно критиковать, но если мы не научимся этого делать, мы будем продолжать производить вот такие не очень уклюжие материалы. Поэтому мне кажется, что, еще раз повторяю, думаю, что главным, что должно требоваться после этого общественного обсуждения, чтобы этот стандарт был существенно доработан, и нам надо указывать направление этой доработки. Мне кажется, что этот семинар серьезно на это сработал. Спасибо. Коллеги, у нас есть еще время. Пожалуйста, Антон. Да, я постараюсь кратко. И хочу сказать, что то, что я буду говорить, будет опираться не только на мой опыт взаимодействия с коллегами в рамках работы Ассоциации гильдии словесников, с коллегами со всей страны, на опыт школьной практики, работа так сложилась. У меня по чуть-чуть во всех классах, почти со второго по девятый. Вот, поэтому некоторое представление имею. Я рискну начать радикальное возражение Сагдавидычу. При нашем, я думаю, совпадении в целом позиции, мне кажется, что этот стандарт значительно в каких-то отношениях хуже стандарта прошлогоднего, либо, если стандарт прошлогодний был просто бесстыдный, то этот стандарт является контрабандой бесстыдного стандарта под видом деятельностной внешней оболочки. И это... И если... Спасибо. И Сагдавид еще упомянул два важных понятия. Программа и стандарт. Конечно же, это не стандарт. Это программа, выдающая себя за стандарты. Это одна... Да, прошу прощения, я буду говорить исключительно о литературе. Я смотрел литературное чтение в началке, действительно, чуть больше доволен. И смотрел общие результаты, но в основном буду говорить о результатах по литературе. Так вот, это одна единственная программа по литературе, которая выдает себя за стандарт. Опять же, контрабандой протискиваемая. Ну, те значительные, скажем так, ресурсные точки развития, которые я вижу в литературном и не только образовании, с которым сталкиваюсь, они как раз связаны с тем, что... Вот почему мы начинаем поздно. Коллега говорил, я прошу прощения, не запомнил ваше имя отчество, что мы начинаем поздно. Так, поздно мы... Ольга Борисовна, поздно мы начинаем потому, что образование у нас предметно ориентировано. То есть ориентировано на прохождение программы, а не на освоение базовых навыков. Когда мы принимаем восьмой класс детей, ноль процентов, я подчеркиваю, владеют навыком анализа текста. Ноль. Почти ежегодно. При том, что программу все проходят, и по пресловутому учебнику Коровина, который и выдается за стандарт, все якобы научились читать повесть Пушкина «Капитанская дочка» или роман. Вот. И вот эта вот ориентация на пройти, а не понять, на прохождение программы фиксируется в этом стандарте. Задавая фиксированный по годам перечень результатов, он фиксирует эту, извините, столбит эту позицию. Цель пройти, пройти мимо, я бы даже сказал. И дело, мне кажется, не только в том вопросе, который Ирина Владимировна задала с самого начала, не только в количестве перегруженного материала, может быть, даже не столько в нем. Кажется, опытный преподаватель разными способами увеличения домашнего задания, там, внеурочная деятельность может, возможно, и запихнуть неограниченный объем текстов или дат по истории в ограниченное количество часов. А в совершенно порочной практике привязки содержания к годам обучения, в случае с литературой, в совершенно порочной практике уравнивания результатов с пройденными текстами, пройденные тексты не означают ровным счетом ничего. И, соответственно, эта ориентация на прохождение программы рождает имитационное образование, собственно, которое и будет результатом этого стандарта в случае, если он в таком контрабандном варианте будет принят. Имитационное образование, кстати сказать, есть главная характеристика образования ориентированного ВПР. Мы это уже видим очень хорошо, потому как дети готовятся к ВПР, они прорешивают варианты прошлых лет, 3-4, спокойно или не очень спокойно решают варианты этого года. Разумеется, ни о каком усвоении ни предметных, ни метапредметных навыков речи не идет. Ну и, соответственно, совершенно понятно в связи с этим, что здесь как-то мягко и обходя, вот только Виктор Александрович про это сказал, были названы интересанты этого дела, интересанты ровно те люди, которые получают сверхприбыль от издания конкретных учебников, в которых прохождение этой программы регламентировано по классам. В случае с литературой это единственный учебник, который совпадает с предлагаемым сандартным. Поэтому финансовые интересы этих людей очевидны, никаких интересов, кроме финансовых, тут нету. Я не буду подробно вдаваться в этот вопрос, потому что он скорее юридический, чем методологический, но тем не менее он представляется принципиальным. В результате, ну, собственно, об этом уже очень много говорилось, нам подсовывается позавчерашка. В условиях современного мира, в котором в каждом компьютере есть, в каждом телефоне есть доступ к любым источникам информации, нам предлагается стандарт подстилка под единый учебник. Мы купили электронный билет на поезд, мы заплатили за него картой, мы приходим к вагону, а нам говорят, дайте перфокарту, нам прокомпостировать нужно. Ну, что мы будем иметь в результате? Конечно, это стандарт, который не будет работать, и, возможно, чем хуже, тем лучше. Школа окончательно станет ППЭ, пунктом принятия экзамена, местом сдачи ВПР. Школьники ни для чего больше туда ходить не будут, и, наконец-то, расцветут внешкольные формы получения образования. Неформальное образование, частные образовательные организации, образование за стенами школы, и школа благополучно умрет, ура! Коллеги, чтобы не заканчивать на такой ноте, что школа умрет. Да, значит, пожалуйста, завершающие желающие, пожалуйста. Можно два ехидных вопроса задать? Очень хочется, чтобы их внесли в протокол обсуждения. Вопрос номер один. Поддерживаю коллегу, может быть, не так радикально эмоционально, но мне страшно нравился первый наш стандарт, начальник школы Ольга Борисовна меня сейчас поддержит, и я, хотя по основному педагогическому образованию историк, безумно влюблена в отдельную программу формирования читательских навыков. Вы помните, как она у нас называла чтение и работа с информацией для начальной школы, это было в примерной основной образовательной программе, и для основного общего образования она называлась смысловое чтение. Вот, коллеги, я прошу извинить, я регламент... Вот у меня первый вопрос, куда это девалось? Вот куда девалось? В метапредметных результатах сейчас четыре универсальных учебных действия познавательного характера для начальной школы, шесть действий для основной школы, и вообще этих действий нет для старшей школы. Это первое. И второе... Вопрос возврата к некоторым положениям примерной программы, это вопрос важный, это вопрос существенный. Коллеги, я прошу извинить. Вот смотрите, мы же не прекращаем навсегда обсуждение этой проблемы, и нам времени точно не хватит всем желающим высказаться. Давайте отдельно запланируем встречу, а сейчас просто формулировки жесткие, потому что, смотрите, у нас просто по регламенту зал нужно освобождать. Понятно. Есть у вас вопрос? И последний вопрос. Вот мы все сегодня выяснили, что, оказывается, историки не общались с теми, кто преподает общество знания, тем более с биологами и так далее. Все эти планируемые результаты в деятельностной форме у всех написаны в разных жанрах. У меня вопрос. А отдавали когнитологам, которые совершенно жестко под какую-то конкретную систему, скажем, Блума, Толлингерову или Ляудис, выстроили нам все эти действия для решения этих задач? Спасибо. Спасибо, Исаак Давидович. Мне даже послали три смс-ки, сказать все-таки, можно этот стандарт принимать или нет. Я вынужден, несмотря на свои попытки, так сказать, искать действительно компромиссы и понимать, что сущие и нормативные это разные, я должен сказать, конечно, этот стандарт требует значительной доработки или переработки, прежде всего, в части, о которой сейчас было сказано, в части методологии определения образовательных результатов и действительно так, чтобы под ним не протаскивалась образовательная программа. Исаак Давидович, правильно я понимаю, что Вы сформулировали... Я ответила на свой вопрос, я просто с вами задам, я больше не буду ответить. Коллеги, большое спасибо, мы вынуждены завершать. Пожалуйста, Наталья Сергеевна. Я не столько, наверное, о стандарте, сколько о другом. Вот системная реформа содержания образования, если Вы помните, в нашей стране была в середине 60-х годов прошлого века. Проходила она под девизом повышения научного уровня. Повысили, и мы практически 55 лет работаем с тем содержанием, которое было тогда заложено. Но, во-первых, изменились задачи образования, об этом сегодня много говорили, появились задачи формирования метапредметных умений, личных результатов. Но в то время было проведено очень много исследований докторского уровня, посвященных содержанию образования. Ну, в частности, в физике, в методике физики. Это и венчик, это родина, ну и так далее, не буду перечислять. Хочу сказать, что за последние годы, по крайней мере за 10 лет, не было ни одного исследования, не только фундаментального, но и частного, посвященного содержанию образования, как в предметных областях, так и в целом. И это я могу сказать совершенно четко. Поэтому, мне кажется, когда мы разрабатываем такой важный документ, как образовательный стандарт, нужно все-таки провести нормальные исследования на уровне методологическом, на уровне общепедагогическом, на уровне предметном, ну и так далее. То есть вот об этом нужно подумать. Завтра президиум Российской Академии Образования я им передам ваши слова. Пожалуйста. Спасибо. Коллеги, дорогие, коллеги, давайте поблагодарим Елену Владимировну. Коллеги, давайте поблагодарим Елену Владимировну. Мы обычно не проводим семинары в предпраздничные дни, но очень интересная тема онлайн-риски, киберагрессии, цифровая культура, поведение. Профессор Московского университета Галина Владимировна Солдатова 30 апреля. Те, кто захочет отметить первомайские праздники, да. Приходите. Всего доброго.